Представьте себе, как будто мы находимся в помещении усадьбы. В увлекательное историческое путешествие примерно на 7 веков назад пригласили ребят из Володарской средней школы, сотрудники местного музея-библиотеки. Такой прыжок во времени стал возможным благодаря уникальному собранию экспонатов. Когда мы открывали музей в 2004 году, нам подарили указатель селения Московской губернии. Это книга 1852 года. Это действительно книжный памятник. Ей больше 170 лет. Сама Елена Сорокина работает в библиотеке уже более полувека. Говорит, что 99% экспонатов подарено местными жителями. Знает историю появления каждой вещи и с удовольствием рассказывает подрастающему поколению об истории их малой родины. Делится любопытной информацией о трех названиях и представителях знаменитых фамилий, что владели поселком. Вот старое и древнее, это имя было, потом легенда еще была, Ладыгина первая. Потом при Шереметьевых церковь в честь Пресвятой Богородицы, Богородская стала называться. При Голицыне, Дмитрий Михайлович, церковь Казанской Божьей Матери построена, слово село Казанско-Богородское стало. Одноклассники Данила Горчилина внимательно слушали экскурсоводы и запоминали интересные факты из жизни своих предков. Сам же молодой человек признался, что большой любитель истории и ОГЭ по предмету сдал на пятерку. Я слышал различные истории и от учителей, и от родственников об истории нашего поселка. Однако так детально, как сегодня нас познакомили с нашей историей, я действительно был удивлен. Сейчас в собрании музея около 6 тысяч экспонатов. На выставочных площадках представлена всего лишь третья часть от общего количества. Местные жители шутят, что стадиона не хватит, чтобы показать все. С 2004 года проведено более 150 вернисажей по разным направлениям. В библиотеке нам регулярно проводят какие-то экскурсии, например, по поводу Великой Отечественной войны, просто отечественной. И вот мы узнаем о соратниках или каких-то исторических моментах. Возможность заглянуть в прошлое и узнать об истории поселка Володарского есть у каждого жителя, гость этого уютного галка Подмосковья. Надо просто заглянуть на огонек местным библиотекарям-краеведам, которые с радостью расскажут много интересного и покажут мемориальные книги и уникальные экспонаты. Галина Житко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин